Всем доброе утро! Я до сих пор наношу белый порошок. Только надеюсь, что это в скором времени отвалится и нужно будет уже просто избавляться от следа. Но это, надеюсь, пройдет все быстро. В общем, это что касаемо родинки, новостей о родинке. И не беспокойтесь, коллекции видео Насте и родинка не будет. И наше утро начинается с распаковки, чек. В общем, Костя купил у меня айфон. Мы решили, что можно заменить мой старый на новый. Я выбрала вот такого вот черного графитового цвета. Синий у меня будет черный. Ну, а если что, можно будет поменяться. Сейчас буду распаковывать. Праздную кофе. Кофе в пастел. Тут теперь без пленочек, да, все? Да, просто отрывай. Красивый. Небольшой слишком? Нет, я уже к твоему привыкла. Я слишком часто брала у Костя телефон, чтобы запиливать всякие сторисы. Ну, поэтому решили купить новый. Открывай? Он да, сразу включится. Хаулоу. Хаулоу. Сломан. Уже пальцем прочер. Палец. Хаулоу. Сейчас настроим. Раннее утро. И я провожаю Константина в дальний путь. Я у себя в кошельке нашла тысячу вон. Спросила, что перед объездом хочет покушать Костю. Он сказал блинчики. Поэтому накрутила блинчики с мясом. Но еще и положила ему с собой в самолет, чтобы можно было похрумкать. Вообще предлагала всякие орешки, сладости. Но сказала, что нужно что-то более такое. Питательное. Так что блинчики с мясом были сделаны. Кстати, из литра молока. Поэтому получилось много. Вообще не расстаемся. Как я буду одна? Не знаю. Костя ожидает семидневный карантин. И что ему еще делать, кроме как общаться со мной по видеосвязи. Поэтому, думаю, мы будем часто созвониться. Проводила. Проводила. Осталась с раннего утра одна. Но не расстраиваемся. Начинается интересное времечко. Так что предлагаю провести его вместе с нами. Я забыл вам сказать, что я сегодня летела из Москвы. И сейчас возвращаюсь в Корею. Прямое включение для нашего нового влога. С вами Костя. Пролетел из Москвы несколько часов назад. Сейчас нахожусь в Абу-Дабе. С пересадкой. Лечу в Корею. По делам. Контента много не снимал в аэропорту. Потому что много каких-то дел. Сейчас все как-то нервно. Много шумок. Не до этого было. Но просто держалась в курсе дела. О, я прошел сейчас все. В целом не очень сложно. Мне казалось, что будет гораздо больше контроля. Много мелочей. Особенно если у тебя нет вакцины корейской. Все говорят, что сейчас спутник, да? Спутник. Я говорю, да. Ну тогда ты сидишь на карантине. Спутник наш. Не нужен никому в Корее. Сейчас я иду уже выходить. И ехать на карантин семидневный. Смотрите, как пусто. Обычно в аэропорту так пусто не бывает. Пока я в аэропорту наслажусь чуть-чуть. Тем, что могу ходить. И зайду в сию. Настя мне обзавидуется сейчас. Ну и раз пока ничего интересного нет, хочу показать вам, как легко здесь выходить из аэропорта. И заходить так же. То есть я могу сейчас выйти и зайти. То есть никаких проверок. Проверки только непосредственно при самой посадке. Это очень удобно. Все равно доверие. Я раньше не замечал таких штук. Тут пуфики прямо на дороге. Можно вот так присесть. Иду в метро. Как видите, мало людей. У меня есть банковская карта. Она же оплачивает проезд. У меня есть банковская карта. Продолжение следует... Фух, я заехал Очень сложно снимать, когда у тебя три сумки супертяжелых Но я не забываю, что я должен сделать Настя сказала, что как я только заеду, чтобы я снял, несмотря ни на что, рум-тур той квартиры для карантина, которую я арендовал Чтобы я не навел бардак и показать вам все в чистоте Ну сейчас попробуем В общем, начинаем Это вообще похоже на какой-то дачный домик Но это одна из квартир такого трехэтажного городского дома в Корее Вот здесь вход Еле-еле затащил все сумки, что-то на третий этаж Лифта нету Но здесь вот приятно есть водичка И сразу попадаем в кухню Обычную корейскую кухню То есть здесь нету даже встроенной плиты Ну я много раз видел, что даже в рендумных квартирах часто системы такие стоят Комната Здесь видимо предназначена для большого количества людей, если что Здесь можно разложить диван-кровать И вот здесь два спальных места Вот, а тут вы видите типичные корейские домишки Я живу в одном из похожих Ну здесь вообще прикольно сделано, что есть какой-то такой уют Далее мы проходим сюда И я не просто так снял эту квартиру Вот здесь обычный корейский туалет Супер маленький Туалет и душ в одном Не удивляйтесь Я думаю, все уже привычно, кто корейно слышен И вот здесь какой-то вот летний домик Я не знаю, здесь такое ощущение, как будто это какая-то надстроечка А-ля пикники можно устраивать Я видел еще, что это просто вот иногда сдают на выходные Вот это кабину, грубо говоря Снял я, потому что мне 7 дней сидеть в квартире Я подумал, что будет прикольно сидеть И загорать на солнышке Чтобы не сходить с ума Я в целом доводен За ту цену, которую я снял Всего 45 долларов в сутки Это вообще супер место, мне кажется Пахнет чистотой Ну и как вы поняли Сегодня мы решили встретиться с мамой И съедет продуктовый магазин Кое-что купили И сейчас я покажу свои покупки из продуктового магазина Кстати, сегодня я нашла у себя вот такую красивую сумочку И ходила с ней Вот такая модница Только волосы как-то странно лежат Отрезала и жду, чтобы отросли снова Умная женщина Вот мои сегодняшние покупки В принципе, только что открыла сумки Поняла, что особо ничего такого не купила Я на рынке купила вот такие классные помидоры Которые очень вкусно пахнут Потому что мне кажется, на рынке вообще самые лучшие фрукты и овощи Но, к сожалению, нужно быть готовым к тому Должен как бы Вижу цель, иду к ней Сталкивать Говорите, у меня 3 огурца У меня 10 помидоров, килограмм и все такое Еще непонятно, бывают ли какие-то махинации у продавцов Может быть, они говорят килограммы На самом деле не докладывают Но, тем не менее, ради таких вкусных Можно чуть-чуть и переплатить Взяла еще авокадо Там оказался очень приятный продавец Который мне подарил еще одно И также мы еще были в Ашане Я взяла вот такое молоко Со вкусом лесного ореха Оно очень вкусное Напоминает нац Смогла пройти мимо масок И взяла вот такую дешевую Но очень симпатичную маску Все равно сделаю Хоть никакой, может быть, эффект будет Может быть, будут более улажненные клубы Не знаю Но упаковка очень миленькая Также взяла чай молочный улун Захотелось мяса Взяла просто индюшачье филе Из вкусненького я взяла семечки Вот тут-то мне Костя обзавидуется И взяла белизну для уборки Ну и получилось довольно-таки скромненько Но, тем не менее, все, что мне не хватало Все докупила И сейчас потихонечку буду готовить себя Убираться и скучать по Косте В полете очень хорошо кормили Я взяла себе только попить Но не только попить Сырные танкасы Без риса, кстати Обычно их всегда с рисом дают Но это нормально Просто танкасы В Корее всегда хочется есть Сангак, Кимпап Банка тунца Сейчас посмотрим А еще я хотел рассказать о карантине Казалось, все гораздо жестче От 1 апреля изменились правила В целом не все всегда знают актуальную информацию Хотя изучал, но вообще не понимал Что, как будет Думал, будет построже В общем, я прилетел И там две очереди В одной очереди те, у кого есть необходимая вакцина В основном это по вакцине Не по визам даже Там Pfizer Еще какие-то Moderna И 5-6 каких-то других Сертифицированных в Корее вакцин Они могут не сидеть на карантине Но нужно сделать все равно тест Те люди, у которых нет вакцины Именно необходимой Просто прилетел с отрицательным БЦР-тестом Я думал, меня будут Ну типа проверять Чтобы я установил какие-то приложения А приложения отменили Короче, оказывается Я думал, будут проверять адрес Даже никто не проверял Вот так И меня просто Чуть ли не вытолкнули За зеленую зону И я такой Ооо Мне казалось Тут контроль больше То есть можно и пользоваться Общественным транспортом Я на метро приехал Ну просто нужно быть все время в маске И сегодня же я пошел сдал тест И оказывается Еще я могу выходить Каждый день Два часа Там, если мне нужно В аптеку Или в магазин Купить продуктов За моим перемещением Тут особо никто не следит Просто важно Чтобы я сдал тест Короче С ума я не сойду Оборудовала тут Под себя Костин кабинет Теперь буду сидеть И здесь Монтировать Просто за компьютером На самом деле Очень удобно Неспроста Он здесь так много Видимо сидел И приготовила себе Покушать Сейчас поем Сегодня в моем меню Это индюшачья Это грудка С глотным масляном Зеленый салат Очень люблю подобный салат Чтобы он был комнатной температуры Поэтому жду пока он согреется Ко мне должен был патитурьер Который принес мою покупку Доставка была принята И заказала я себе новую тушь Потому что от старой у меня уже По-моему слезятся глаза Я очень хотела коричневую подводку Как-нибудь сделаю с ними макияж И покажу Как эти продукты в деле И сейчас буду ждать Пока согреется мой салат И буду кушать Начнем с Поугольного кинкаба На кроволоске На 20 секунд Этого достаточно Блин, я не снимал Я, конечно, тут с Настей общаюсь И не снял, оказывается Я открыл кинкаб Там очень мало тунца Написано было Как будто там Чуть ли не пачку тунца Задоположили Его нифига нет Первый лот Плохой Вот такие у нас танкасы Салат Сау Станкасы А это дрессинг для салата Нормально Как кафешки почти Вкусно, вкусно Вот так мы проводим время